привет ребята сегодня 3 января мы едем тратить деньги мы с кариной встретились для того чтобы поехать в центр погулять пофоткаться и так уж исторически сложилось что там где центр там есть гум цум ну в общем все эти брендовые магазины большие где можно найти gucci и все перекрыто в центре зачем на машине едем серьезно смотри все перекрыто мы можем доехать типа до какого-то момента сейчас в овцу например если мы завалимся вот я здесь перекрыто мы не доедем здесь не проездная часть мы можем рядом подвалить и давай там где рядом и как раз пешком дойдем и щелк щелк там этот самый ну в общем да по подос там для людей типа понимаешь чтобы они пешком ходили гуляли это круто мы ставим машину можно гулять зато ну окей ладно а ну и вот-вот-вот о чем я там вчера всю ночь и не могла уснуть потому что думала про деньги которые я хочу потратить думала-думала и решила что я могу это сделать есть одна сумка в луи виттон она очень мне понравилась поэтому хочу на мне деньги свои отдать поехали брат каждый влог поехали поехали что пил чё я такие потешие не 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 пил последний раз я пила на новый год завтра буду пить завтра у нас день рождения на хреначусь за ее здоровье так брат какие новости у тебя рассказывай смонтировал новогодний влог он удалился когда я его доделала блин у меня так давно такого не было ты в пятку и вообще не не знаю я карине уже давно говорю чтобы она купила себе вот такую штуковину от мак от apple которая служит типа жестким диском и роутером не помню как называется облако типа какой-то там у нас есть очень удобно потому что у тебя постоянно жестким диском проблемы вот у меня всегда тоже у меня из-за жесткого диска тоже постоянно удалялись проекты не помню как ты я монтировала видос в болгарии с аквапарка или что а или да 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 в болгарии и на мой комп вылилась вода и все удалилась нафиг а я это помню но это было очень давно лет 5 назад даже больше мне кажется это было лет назад ну да давно в этом году тебя свадьбали тебе этот год подарит самый лучший день в твоей жизни до рождения самый растратный ну слушай что вообще будет зря их очень этого жду так идешь ко мне на свадьбу? да спасибо на самом деле я вот думаю мне девцонки говорят что нужно отправлять бумажные приглашения я в принципе с этим согласна но я не очень понимаю как это как можно ну типа сколько людей отправить всем да еще у нас половина живет ну родственникам может и не знаю не обязательно может уходу друзьяшкам куда полегче или кто в москве живет не надо но это организаторы делают в принципе мне то че ну это да это прикинь столько людей всем написать адрес 200 приглашений плюс-минус так ну что ж сейчас мы заедем на парковку ЦУМа блин мне так нравится как его украшают я желаю чтобы всегда его оборачивали в подарочную упаковку круто даже пусть не меняют да я согласна очень красиво вообще в центре прекрасно просто волшебно девцонки Джастин Биппер возвращается сегодня уже я специально не слушала песню чтобы послушать с Юлей при встрече правда он уже выкладывал тизер минут сорок ой секунд сорок песни и я знаю что там будет но хочу послушать полностью интересно насколько людям интересна реакция ну уж запишем не моя реакция точно интересная я помню я выставляла реакцию на Бэд Гай которую с Бибером и Беляйлиш столько просмотров у меня было в видосе на ютубе в сторис в сторис и там прям ну мне многие отвечали говорили что ждали твою реакцию я же типа Белибер интересно слушай очень интересно конечно сколько же партёшка стоит нынче так как всегда сколько 900 рублей в час а ты что кнопку то не взяла забыли а с таких цен аж ошалела понедельник а суббота воскресенье а сегодня у нас что сегодня пятница о при совершении покупки от 100 тысяч рублей ой назад едешь бесплатно в течение всего дня если ты купишь ту штуку то ахахаха вообще мне безумно не нравится здесь парковка она настолько неудобная и узкая ой да не нормально самое ужасное в европейском что в европейском вообще легкотня там просто по кругу едешь и всё мне не нравится ехать по кругу ну а мы здесь Моргенштерна видели один раз или кого Моргенштерна и этого который говорит читайцы ааа да 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 мы как-то заходили в ЦУМ и видели их здесь на парковку выходящих ааа трансли бабки у нас я ходила покупать эту штуку тоже сюда с девчонками с Машей и Дашей и мне очень понравилось ну мне понравилось за цену достаточно такую сравнительно недорогую для Луи Виттон нормально сколько там 60-70 60-70 да ага ну мне честно говоря тоже не особо как-то ну ладно никому не нравятся мои покупочки не мне нравится то что это бренд ладно нам на улицу мне это нравится ой здесь должны у меня взять интервью и спросить сколько стоит мой шмот а тут берут да ну мне кажется да кстати да я видела в инстаграме пару раз интересно не всегда наверное когда всякие дети знаешь у них спрашивают ну это носки от Гуччи дети просто так красиво я здесь даже не гуляла я даже не знала что тут елочки есть хорошая сегодня погода я прям радуюсь хорошо что вышли погуляться короче рассказываю мы зашли в ЦУМ чтобы посмотреть если тут та сумка которая мне очень понравилась и что вы думаете друзья оказалось что эта сумка слишком восхитительно для того чтобы она продавалась сейчас на нее очень большой спрос все ее заказывают куча людей в очереди и они даже не принимают сейчас на нее какие-то там заказы и все такое поэтому я заявки да 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 заявки поэтому эту сумку возможно я увижу через полгода и теперь все на рано читать никакие все ран ран я хотела Луи Виттон ту прелестную отличную сумку вон там Гуччи не нужны мне Гуччи хотела я Луи Виттон я превращаюсь в людей которых я презирала мы зашли в Гуччи а сейчас мы уже не в Гуччи зашли туда и начали смотреть мне сумки варианты какие-то та сумка которая мне понравилась стоит чутка дороже той которую я хотела мы вышли с Кариной на улицу но сейчас мы не стали ничего покупать потому что пока светло мы хотим покушать пофоткаться погулять ножками а потом уже когда начнет землет мы пойдем тратить мои деньги может быть мне тоже Карине тоже понравилась сумка от Гуччи но она очень тебе идиот я так хочу чтобы тебя порадовала моя девочка а извини вот там сфоткали меня с этим бантиком типа я пришла в сумки деньги тратить сейчас сфоткаем Карину с карте типа она пришла в карте деньги тратить и в Макдональдс пойдем любимый расклад блин жрать охота ладно давай фоткаться все мои мысли о том как я трачу деньги блин во все тяжкие как говорится но на самом деле вы же знаете что я беру бренды не ну ладно я никогда не потрачу столько денег на сумку если она мне реально не нравится братичка мне секрет не оправдывайся ты не оправдывайся а я не ну просто я понимаю что есть люди для которых это бешеные бабки ну для меня это тоже деньги конечно же я извините меня на такие деньги клип могу снять но решаем брат сумка самое главное что мне не сильно холодно потому что для меня мороз это решающая ситуация которая разворачивает меня на 360 ладно на 90 градусов и я иду в машину нет ну там же парад парад это хорошо я хочу видеть эти танцы вай как светло Карин вставай я тебя с ними щелкну так ой они бегут прямо на тебя К нам подошли девчонки с нами сонки 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 Вам тоже спасибо смотрю на ее гучи за 60 тысяч в которых она по лужам прыгает и вот в этот момент сердечко мое такое чеооооооу нормальное помое да пофигу кстати я все думаю по поводу кроссовок когда я созрею купить себе обувь я думаю что ближе к весне Да, в весне, чтобы была хорошая погода. Ближе к весне я потрачусь на бренды... Ну, на самом деле, потратиться на кроссовки не так дорого, как потратиться на сумку. Она будет стоить на 50% дешевле. Кроссовки, в смысле. Да. Вот. А сколько ты, кстати, в Луи Виттонах ходишь? Два года? Всех. На самом деле, химчистка, она стоит тысяч пять, но она капец как решает. А, мне кажется, нужно пойти. Они стали как новые. Вот ты меня этим зацепила, поэтому я думаю, что... Я просто не люблю, типа, обувь дорогую. Ну, как не люблю, хотя вот эти тоже дорогие. И я в них второй сезон с кайфом хожу. Это вообще мои любимые ботинки. Слушай, ну просто, когда плохая погода, надеваешь обычные кроссы. Плюс ты не каждый день в них ходишь, например. И поэтому ты не за полгода убиваешь кроссовки, а лет там за пять. О, смотри, снег делают. Нифига себе! Я туда хочу! А снег идёт! Снег идёт! Пачи вот там бьёт, бьёт! Офигенно! Всё, уходим. Веселушка какая! Всё, ты одна там! Пошли! Радуйте! Если ваша вечеринка не похожа на эту... Могу не думать меня звать! Ой, я сейчас сдохну! Боже! Это такая наркомания! Что наркомания? Это радость детская! Блин, это было круто! У тебя такой милый румянец появился! Я просто засстеснялась! Да, причём все дети ушли, когда ты пришла, и ты была одна и четверть зайцев! Блин, очень красиво! Мы тут снимали, правда, темно было. Кто не видел, посмотрите у меня в Инстаграм. Смотрите, это мои единомышленники! Все в Макдональдс! Пипец народу! Что-то я уже жрать не хочу! Желаю вам, чтобы в новом году вы все кушали с таким видом! Лучший ресторан! Места всегда есть! Свободные! Бронировать не надо! В любое время дня и ночи! Пришёл, поел, ушёл! 24 на 7 работаем! Очень красиво! Ну и ты, и фон! И ты на фоне! И Макдональдс! Я кофеёк пью! Сейчас не знаю, куда мне забежать поесть! Мне тоже надо! Может, в ЦУМе? Я 400 рублей потрачу! Вот и два кусаря! Ой, так вкусно! Только что стояли, болтали с девочкой-подписчицей! Да, привет ей! Она сказала, что она все влоги смотрит! С двумя даже болтали! Сначала с одной, потом с другой! Подошло, наверное, человек 15 нам сегодня! Но, ребят, нам это нравится! Так что подходите! Конечно, Юля говорит, что ты, наверное, иногда можешь отказать, когда ты ужасно выглядишь, да? Фото! Я отказывала в последний раз, наверное, года два назад! Из-за чего? Ну, типа, знаешь, я болею, спешу, куда-то оделась, как бомжика, ненакрашенная, прыщавая, и именно тороплюсь! Ну, типа, и то я могу сфоткаться даже на свой, и сказать, что я на почту пришлю, ну, типа, фотошоп, включи хотя бы, я могу так сделать! Ну, чаще всего я могу отказать, только если я очень тороплюсь! На самолёт опаздываешь! Ну, типа того, да! Ну, да, я тоже! Мы спускаемся в самолёт, улетает, такси ждёт, и человек там стоит! Но я не отказывала, мы фоткались! Да, даже было такое, что я под дождь, то ли попала ко мне, подошёл, то ли я спешила на самолёт... А, да, спешила на самолёт! И я бегу, и девочка подходит, говорит, давай сфоткимся! Я говорю, давай набегу! И мы набегу сфоткались! Это мило! Нет, я тоже! Не, ну, в любом случае, да, подходите всегда, отказ очень маловероятен! Ну, да, обязательно подходите! Просто редко такое бывает, что я из дома выхожу и очень плохо выгляжу, или пипец как куда-то тороплюсь, ну, чаще всего не попадаются такие ситуации, что я отказываю! Мы уже погуляли, уже достаточно прохладно становится, у меня руки, я вообще руки не чувствую! Пофоткались, самое главное, я всё, что хотела, сделала, насладилась, так скажем, поэтому можем идти оправдно, мне единственное покушать хочется тоже! Делятся твои влоги на два типа, где я ем Макдоналдс, и где не ем Макдоналдс, и мозги тебе делаю, Юля, а я не ем Макдоналдс, пойдём ещё куда-то покушим! Отстой! Да, вообще, я хотела сказать, что, ребят, если вы кушаете где-нибудь на улице, то, пожалуйста, не поступайте так, ну что, неужели сложно дойти до мусорки? Даже если мусорка... Это не наши! Да, вот, наши мы сейчас всегда отвесём! Ну, блин, это просто какая-то жесть, серьёзно! Ладно, когда картошка упала, фиг с ним! Голуб съест, да! Когда что-то маленькое упало, тоже ещё могу понять! Ну, типа, просто брать и оставлять целые пакеты? Конечно, может быть, места нет в мусорке, но рядом с мусоркой можно положить всегда! Это куча, на самом деле! Ну что ж, мы вернулись в ЦУМ, догулялись, я поела, и сейчас мы ходим... Во-первых, завтра, Надя, с день рождения, мне нужно ей купить подарок! Так-так, что Юле понравилось? Смотрим! Я сделала... Кругляшку, вот эту! Я думала взять вот эту сумку сначала, но она... Но она обычная, реально! Это тоже, в принципе... Мне нравится цвет её! Мне тоже, меня всё-таки смущает вот эти зелёные, это слишком... С рынка! С рынка как будто, ле! Мне нравится твой выбор! Мне ещё очень понравилась чёрная, которую ты мерила! Чёрная, мне не понравилась! Очень зря! Вот, смотри на эту! Ну да, тебе идёт! Думаешь? Вообще, я хотела без пальто посмотреть! Да, ну сними! Ой, нравится! Купи, купи, купи! Хочу, хочу! Я не твой папик, отстань! Ну тут оказывается разборно! Лин, очень идёт, слушай, бомбита просто! Мне очень нравится! Как круто, что мне её показали! Но самое классное, что она просто не стояла здесь, или я её не видела, и когда мы смотрели сумки, мне потом её показали... Ну да! Мне нравится очень! И формат того, что её можно, типа... Да, конечно! А то, что я могу её, как, типа, вечернюю... Вот так, да! Мне нравится сам формат, что так легко можно сделать из длинной ручки в короткую, это просто круто! Можно же даже вот так встать! И фотки! Ты уже видишь, у меня классные фотки в инстаграме? Да! Подарюшка, ты самая лучшая! Я не оплатил этот мир! Это ещё из-за того, что я виниры поставила! Я с ума сошла! Да, ты выглядишь очень дорого! Я подумала, я не могу с такими зубами ходить в них бренд! Ну-ка! Погляди на неё! Лучше распаковку делать дома! Ой, блин! Тут какая-то херня! Чё она? А, вроде... А, да нет, всё нормально! Я просто так не люблю такие штучки! Зато сейв! Безопасность! Первище всего! Первище всего, да! Я просто так не люблю, когда неудобно сумку открывать! Цена! Это хорошая цена! За... Она же сказала, что последние пять лет они такого принта не делали! Да, это типа новая какая-то цена! Значит, что она вообще могла ещё дороже стоить! Лимитированная фигня! Думаешь? Ну, не лимитированная, но, видишь... Нет, вообще просто нереально! Говорила, беру! Молодец! Подруга! А теперь посмотрим картехолдеры! Вот этот в середине просто... Вот этот? Да, и вот этот ещё! Да-да, чёрный этот классный! Красный! Короче, Юля мечтала о картехолдере, но вместо этого решает молодая девчонка сделать подарок своему молодому человеку! Это так мило! А я порадовала себя! Да! Ну, я недавно радовала других, поэтому... Был Новый год, я всем... Ты берёшь? Да! Реально его берёшь? Ну, слушай, если выбирать и по цене подходящий... Да, он топовый! Вот такой я не могу взять, я боюсь! Ой, не надо! На самом деле, я не знаю почему, я вижу только на женщинах такого цвета логотип! Вот этот самый крутой! Здесь и бренд кричит, далека увидят! Если это не увидят, то вот это хотсабы увидят! Точно! Есть! Я все деньги потратила, с которыми сегодня я приехала сюда! Значит, ты готовила была? У меня осталось 1200 рублей! Ну, как раз на покушать! Макдональдс ещё разы! Блин, я сегодня только завтракала, ты прикинь! Как шопинг? Такой, ну да, типа шопингом наедаешься! Эмоциями! Эмоциями на самом деле наедаешься! Я увидела шутки и я просто очумела! Посмотри, какие классные для парней! Ну, мне вот это не нравится, из-за того, что как раз... Ну да, типа на голове носить логотипы получается! Ага! Слишком кричаще! Слушай, ну, у меня в первый раз такое, что я пришла в сумм с кем-то, и мы потратили там кучу денег, у тебя аж три сумки! Представляешь, сколько можно было в Заре, например, взять джинсы, свитеров на эти деньги? Не хочу об этом думать! Ой, мне ещё чехолчик нужен, но я все деньги просила! Сама купила! Ну что ж, мы наконец-то добрались до машины! Это было очень сложно, потому что пока мы поднялись на самый верх, где нужно сделать бесплатную парковку! Потому что мы что, со семь, что ли, и так столько... 100 рублей в час праздничные! Ну это много! Это вообще, это что за обдираловка такая! Знаешь, типа, чтобы как раз вот такие люди, которые паркуются в ЦУМе и идут в рестораны по соседству, они так не делали? Ну да! А люди, которые сюда приходят на шопинг, делают бесплатно, и это кайф! Ну да, да, это правильно, я считаю! Любая покупка и, типа, три часа бесплатно, а покупка от 100 тысяч в день бесплатно! Поэтому мы сюда не приезжаем, если не собираемся ничего покупать! Или путнений! Сейчас мы включим песню новую Джастина Бибера и будем снимать Карине реакцию на эту песню, а потом на мой влог тоже что-нибудь скажем, понравилось нам или нет! Как песня называется? Yummy! Вот на неё! Кто послушал, напишите в комменты, как вам! В общем, послушали мы песенку, ну, давай я первый как Бибер, да? Ну, я бы сказала, что эта песня не разорвало моё сердце, но с первого прослушивания, когда, ну, обычно что-то слушаешь, сначала ты не можешь точно сказать, ну, проникся ты или нет! Так что я думаю, завтра, послезавтра я уже более точно ответ скажу! Ну, пока для меня это 7 из 10, это хорошая песня, это хороший камбэк, с ней можно, типа, было прийти, она очень человая, есть пару моментов, в которых я такая, классненько! И в целом она такая, ями, ями вкусненькая, ями это вкусненько! Мне спокойно, ну, типа, прикольно, норм, нету такого, что вообще не зашло, такого нет! Ну, и сказать, что, ооо, ну, тоже, вот таких эмоций у меня не было! Ну, да! Ну, я думаю, что да, я с тобой согласна, для возвращения, для первой песни, типа, возвращение, это, ну, как бы, норм! Типа, это не так, фу, бибер, блин, ты уже не вернёшь себе популярность! Ну, да, такого нет! Наоборот, наверное, я думаю, что все ждут чего-то более крутого ещё от него, и было бы хуже, наверное, если бы он выставил первую песню какую-то более классную! Я не знаю, какие у него там дальше будут, да, насколько они мне больше понравятся, чем это, но было бы хуже, если бы сначала вышла какая-то супер-классная, а все остальные были бы не очень! Поэтому, я думаю, что он так, на возрастание! Я переживаю, что так и будет! Обычно, когда люди выставляют свои альбомы, они перед альбомами выставляют самые топовые! Я не знаю, в случае Вибера так или нет! Ну, взять ту же Селену Гомес, сейчас сравним, у неё тоже скоро альбом! Она выставила два своих супер-трека, громких и крутых, и, мне кажется, остальные в альбоме будут средние! Не знаю, мне они обе, да, нравятся, я думаю, что и другие понравятся! Ну, не, нормально, это просто, наверное, вряд ли будет моя любимая песня, да, но в машине послушать с кайфом, расслабиться, включить на фоне, там, для настроения очень классная, хорошая песенка! Ну, нормально, в принципе, ну, Карина ставит 7 из 10, я, наверное, поставлю 5 из 10, но для меня это высокая оценка, потому что я очень многие песни оцениваю вообще в минус, поэтому... Я же такой, этот, музыкант! Как оценишь песню про Бали? Ну, реально, что для тебя десятка? Десятка, это не то, что что-то сверх крутое, что нравится всем, это то, что именно вызывает у меня какие-то эмоции, хорошее настроение Бали, да! Ну, типа, песня, которая заставляет меня внутри именно танцевать, знаешь, и которую хочется мне петь! Ну, Бали, в принципе, да! Ну, наверное, не 10, но 9! А десятка, что для тебя? Вот та песня, под которую ты танцевала, Кон Калма? Ага! Ну, она десятка, да! Да, я тоже так думаю! Для меня десятка, это Despacito! Despacito! Бэйби песни его! Так, ну что это? А из русских песен, интересно, что для меня десятка! Джонни десятка, многие его песни десятка! Кстати, ты в курсе? Мне вчера Слава показала, что в Apple можно в Apple Music, вот этом... Да, я уже знаю, что ты хочешь сказать, в курсе! Да! Ну, скажи им! Можно... Как это называется? За 19-й год, короче, он вам составит топ ваших песен, которые вы чаще всего слушали! Короче, плейлист 19-го года! Песни, которые вы слушали больше всего, на каком месте распределить и сколько раз вы слушали песни! Кстати, Кон Калма у меня на седьмом месте! На пятом влечении со Славой! На третьем моя песня! Увези меня на Deep House! На десятом месте по прослушиванию! Это вообще странно! Мне кажется... Она вышла недавно! Ну да! Это, считай, вообще на такое место подняться! Капли я слушаю еще с Болгарии! Зачем слушаешь? Ну, мне нравится! Ну что ж, я уже дома, Карина привезла меня! И сейчас мы посмотрим, какую сумку я взяла! Ну, вы, по-моему, и так знаете уже, но давайте проведем распаковку! Эта сумка дороже сумки Louis Vuitton, где-то на 10-12 тысяч! Ну, коробка маленькая, а, в принципе, как и сумка! Ты волнуешься? Очень! Развязываем! Выглядит дорого-богато! Ну, еще и стоит также! Так, как всегда, куча пакетов! Что? Как-то ты не особо рад! Какая прикольная! Она очень прикольная! Это бежевый, да? Тут ты не видишь какой-то! Весь мусор достаем! Вот такая! Ну, в принципе, ну, как бы для меня это достаточно этого места для моих всяких прибамбасов, которые мне нужны в повседневной жизни! Теперь смотрим, как она выглядит на мне! Итак, в чем прелесть этой дорогущей сумки? Я могу с ней ходить вот так! Могу вот так! Видишь? Могу вот так! Ммм! Ммм! Классная? Да! Ну, скажи что-то! Вообще кайф! Все сумки, которые я смотрела в Гуччи сегодня, как-то не особо вызывали у меня сильно восхищение для меня! О, у тебя ремень и этот, тик-тик-тик! Ну, конечно! Для меня очень важно, чтобы вещь мне нравилась, потому что просто покупать из-за того, что, ой, это сейчас модно, это вообще круто, я не могу так, но мне это не нравится! Я знала, что эту сумку я могу так же для меня важно, чтобы я могла ее куда угодно носить, типа и в повседневную жизнь, и с вечерним платьем! Ну, то есть, для меня это большой плюс, потому что у меня есть одна брендовая сумка, которая большая, как авоська такая от Louis Vuitton! С ней, конечно, не очень везде ходить, потому что она слишком, ну, большая! Она на повседневную жизнь классная, но куда-то на мероприятия пойти, ну, немножко тупо, я бы так сказала! Поэтому теперь у меня есть вот такая сумочка, с которой я могу ходить на вечеринки! Эти сумки я оставлю 10 из 10! И очень часто! Это вы мне подарили на Новый Год, мои хорошие, спасибо вам большое, я вас очень люблю! Такая она прелестная! Посмотри, как она с кнопкой смотрится! Ну, кайф уже! Что? Это твоя теперь распаковка! Да ладно! Ты конишь! Надеюсь, ничего дорогого? Нет! Нет! Это просто Гуччи! Ничего дорогого там не будет! Не переживай! Ты издеваешься, Зай! Зачем? Это подарок тебе на Новый Год! А что? Ну, открывай уже скорее! Ну, рассказывай, как ты открываешь, ты видишь коробку! Да! Бантик я только что открутил! Да-да-да, мы видели! Надо сказать спасибо, а не зачем! Сам ты себе не стал бы брать! Я никогда бы такой не купил, естественно! Конечно! Но это важный аксессуар для любого мужчины, я считаю! Просто по мере! Самое главное, чтобы он тебе подошел по размеру! Потому что они все по размеру идут! Понимаешь, Зай? Да, покажи свой ремень! И вот не надо спрашивать, почему я подарила тебе ремень! У меня очень крутой черный ремень! Под черные джинсы, под черные штаны! Он убит! Он настолько убит, что как будто бы тебе его дедушка завещал! Понимаешь? Блин, он походу тебе велик! А! Господи, давай уже! Ты так волнительно! Сними эту обертку вонючую! Этой бляшкой можно и убить человека! Ну, будешь защищать меня! Господи, по-моему, тебе так идиот! Так вот! А сейчас двину кони! Аааа! А я точно мужской? Да, да! Сто процентов! А если я сделаю вот так вот, она меня никто не увидит? Ну, я знаю! У тебя же есть водолазки! Он тебе и под костюм и вообще, и под джинсы! Ааа! Ты не помними ниучи! Да, теперь мы вместе с тобой парочки! Спасибо! На этой прекрасной ноте я закончила этот влог! Надеюсь, что он вам понравился Радуйте себя, своих близких Не жалейте на себя денег, потому что, ну, ваши эмоции Это очень важно Поэтому всех люблю, целую, обнимаю Спасибо за просмотр этого видео Будьте счастливы, здоровы и всем пока